Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем исследование Бога в двугновенной псалтире по имени Господи Царя Давида и всю кротость его. И сегодня мы будем читать 114-й псалом. 114-й псалом — это аллелуарный псалом, то есть хвалитный. Он начинается над писанием «Аллилуйя». Это надписание по септуагенте, по-славянски, но его нет в еврейском тексте. И сам псалом начинается следующими словами. «Я радуюсь, что слышит Господь глаз моления моего». Псалом небольшой, всего 8 стихов, но такое торжественное начало. «Я радуюсь, что слышит Господь глаз моления моего». Действительно, как не радоваться, если Господь отвечает на наши моления благословениями, которые мы спрашиваем от Него. Если мы живы до теперешнего времени, как отдельно взятые личности, как семьи, как целый народ, то только потому, что Господь слышит наши моления и преклоняет свою волю к нашим нуждам. «Я радуюсь, что слышит Господь глаз моления моего, что Он преклонил ко мне ухо свое, посему во дни мои буду призывать Его». Что значит «во дни мои буду призывать Его»? То есть пока жив, то есть до последнего издыхания, каждый день я буду призывать имя Его. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, скорбь и мучения я встретил и имя Господне призвал». То есть несмотря на то, что многие болезни, даже смертные болезни, и муки адские уже постигли псалмопевца, скорбь и мучения окружили Его, он продолжает призывать имя Господне, то есть молиться во всякое время, во все дни жизни своей. О чем же это моление? Четвертый стих. «О Господи, избавь душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует». Это моление, обращенное к божественному милосердию. «О Господи, избавь душу мою», то есть «О милосердный, избавь душу мою». «Милости в Господе и праведен, и Бог наш милует». «Бог» — это судья, такое значение имеет это слово на еврейском, «элогим», то есть правосудный. Поэтому получится так. «Милости в Господь», слово «Господь» означает меру милосердия, и «праведен», то есть справедлив, и «Бог наш», то есть судья наш, милует нас, то есть выносит милостивые приговоры. «Хранит младенцев». Что значит «хранит младенцев»? По синодальному простодушных. Простодушных. Зигабен и Феодорит видели попечение Божие о младенцах до рождения их и вскоре после рождения. Младенцы, почему здесь они ставятся в пример, потому что они наиболее не защищены. То есть они не могут защищать сами себя, и они всецело как бы под защитой Бога. «Хранит младенцев Господь, я смирился», восклицает псалмопевец, а Афанасий Великий толкует, «смирился подобно младенцу, и он спас меня». Может быть, и в молитве Господь услышит нас тогда, когда мы смиримся подобно младенцу, а не тогда, когда мы каким-то матерским тоном будем в молитве обращаться к Богу с позиции своей какой-то мнимой взрослости, опытности. Это было бы неправильно. «Я смирился, и он спас меня», то есть умолился как бы до состояния младенца. «Возвратись, душа моя, в покой твой», то есть будь покойна, как и изначально, ибо Господь облагодетельствовал тебя, ведь когда ты был младенцем, он заботился о тебе, вспоминая об этом, ибо он избавил душу мою от смерти, то есть я не умер в очреве матери, я не стал выкидышем, он избавил душу мою от смерти, когда там детские болезни были, очи мои от слез, а как Господь может избавить нас от слез, слезы прекращаются, а после слез приходит вдохновение и утешение от Бога. «И ноги мои от преткновения». Это очень важно, что Господь оберегает нас на путях наших. Как младенцы, они очень так неуверенно ходят, они учатся ходить, и если бы родители их не поддерживали, то они упали бы вправо, если бы не вправо, то влево. Так и мы, взрослые, нуждаемся в том, чтобы кто-то оберегал наши движения, ноги наши от преткновения. И в окончании этого псалма, восклицания, «Буду благоугоден Господу в стране живых». То есть «Буду благоугоден Господу в стране живых» — это в стране, имеется в виду в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, где обитают живые. Кто такие живые? Христос говорит, Бог не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых, имея в виду Авраама, Исаака, Иакова, ибо умершие в Господе, они продолжают жить в Господе. А те, которые попадают в ад, они, собственно говоря, в Писании и не называются живыми. Сказано, это смерть вторая, потому что назвать жизнью то, что в аду, как говорится, язык не поворачивается, но это вечная смерть, это вечные муки в аду, которые, начавшись, уже никогда не будут прекращаться. А мы, по милости Божьей, будем ходить вечно во свете живых в Царстве Отца нашего Небесного.